У православных праздников свой цвет. Рождество белое, Пасха красная, а Троица, разумеется, зеленая, изумрудная, травяная, душистая. На Троицу возле церкви уже вовсю бушуют красочные цветения на любовно-ухоженных клумбах. Церковный двор усыпан скошенной травой и запах стоит непередаваемый. С утра еще пахнет травой, сочной, а к концу длинной службы – сеном, летним полднем, зноем. Прихожане несут цветы и березовые ветки, цветами убраны иконы, у царских врат – срубленные березки. Священнослужители надевают зеленое облачение, запах ладана смешивается с ароматом нагретой травы, сизый дымок свивается кудрями, в изумрудной зелени сияет золото свечей. Такими же витыми переплетениями трав, листьев, цветов, таким же золотым сиянием издавна отличались хитрые орнаменты в древнерусских рукописях и причудливые росписи на полях икон и стенах храмов. Повесть временных лет рассказывает, что послы князя Владимира в Константинополе были потрясены православным богослужением, не знали, на небе они оказались или на земле. Православная служба и предполагает создание образа неба на земле. Она задумана такой гармоничной и удивительной для зрения, слуха и обоняния. А Троицын день особенно напоминает таинственный и душистый райский сад, где Бог был рядом с людьми. Иван Шмелев писал, в церкви зеленоватый сумрак и тишина, шагов не слышно, засыпано все травой, теплятся в зелени лампадки, лики икон в березках кажутся мне живыми, глядят из рощи. Березки заглядывают в окна, словно хотят молиться. Это не наша церковь, это совсем другое, какой-то священный сад. И пришли не молиться, а на праздник. И там, в алтаре, тоже совсем другое. Там, в березках, невидимо смотрит на нас Господь во Святой Троице. Это таинственные трелика с пассажками. И ничего не страшно. С ними пришли березки, цветы и травки. И все мы грешные. И сама земля, которая теперь живая. И все мы кланяемся ему. А он отдыхает под березкой. Он теперь с нами, близко, совсем другой. Какой-то совсем уж свой. И теперь мы не грешные. Троица, или День Пятидесятницы, еще называется Днем Рождения Церкви. Потому что в этот день на святых апостолов сошел Дух Святой, который был обещан Иисусом Христом. И Святой Дух просветил их. Они получили дары обильные, благодати Божией. И получили те необходимые качества, которые понадобились им для того, чтобы созидать церковь, для того, чтобы проповедовать Слово Божие, для того, чтобы идти даже до края земли и освидетельствовать о Христе Воскресшем. Поэтому день этот особенно важен. Праздник входит в число самых значимых 12 праздников в Православной Церкви. И отмечается, конечно, с особым торжеством. Самое главное в православных праздниках – это, конечно, богослужение. Потому что богослужение соединяет нас и с историей евангельской, и с богословием, с глубоким значением тех или иных событий евангельской истории. Поэтому верующие стараются прежде всего посетить богослужение, тем более, что оно в этот день особенное. Потому что после литургии совершается Великая Вечерня, особая часть богослужения, на которой читаются три коленопреклоненных молитвы, обращенные к Богу. В этот раз люди впервые молятся на коленях после длительного пасхального периода, когда на колени не встают, поскольку это дни особого торжества, особого также праздника. Но вот здесь, в знак благодати Божией, люди склоняют их к своей колени. Храмы украшаются очень красиво травой скошенной, цветами полевыми, ветвями берез. Потому что растения – это символ жизни, так же, как и Святой Дух наполняет нас жизнью. И наполняет нас тем, что необходимо для жизни вечной. И все эти благоухающие растения, они напоминают нам об этом свойстве Святого Духа, о том, что Он животворит, о том, что Он дает нам силы и возможности для духовного развития. Храмы всегда очень красивы в этот день. На Троицу говорили, в России раньше Бог ходит по земле. Так же, как Он ходил в древние времена, когда три лица Троицы в виде ангелов зашли в дом к праотцу Аврааму. Именно эта Троица, ветхозаветная, изображена на знаменитой иконе Рублева. Три прекрасных, печальных ангела сидят за столом у Авраама, и между ними чаша. Чаша – жертвоприношение. На Троицу земля именинница, уверяет народная мудрость. В день Троицы и в духов деньги вели сельскохозяйственных работ. Русский писатель Иван Шмелев вспоминает. Из уст в уста передавали молитву «Прости меня, мать и сыра земля». С верой и радостью люди всегда ждали Троицы, встречали цветами, устилали свежескошенной травой полы в домах. Со стародавних времен на Руси существовало несколько основных праздников, которые праздновались повсеместно. Со временем, естественно, произошло заменение этих праздников в христианском значении. Это появились такие праздники, как Рождество Христово, это веха Нового года, веха вхождения природы в свою силу, переход к летнему времени. Когда у нас заканчиваются все основные пассивные работы, со временем заменилось на Троицу, на Триединство. Осенью мы с вами праздноваем сбор урожая, подведение итогов на Казанскую в ноябре месяце. И опять мы возвращаемся к Новому году. И приходя к этому периоду, к летнему, не зря многие крестьяне и до сих пор считают, что к празднованию Троицы нужно обязательно завершить все сельскохозяйственные работы, все посадочные работы, потому что после этого земля уже, считается, не принимает все свои подношения и уже не будет столь плодоносящего урожая. В связи с этим, последняя вот эта неделя Троицкая считается самой плодотворной. К сожалению, многие смыслы на данный момент уже были утрачены нами, в чем заключается смысл праздника. И до нас дошли, естественно, только небольшие отголоски того, что Троица является самым основным, самым главным, одним из главных праздников на Руси для человека, для крестьянина. В связи с этим он входил в разряд годовых, и в этот день девушки надевали самые лучшие наряды. Женщины одевали свои годовые праздничные одежды, и все красиво селом праздновали этот день. До этого готовились к нему, естественно, за годи, за неделю до Троицы. Девушки ходили в лес, ну или в ближайшие посадки, если они имелись. Выбирали там дерево, либо куст, который они будут украшать. Говорили обязательно специальные слова, пели песни для того, чтобы это дерево приняло их и стало тем символом девичьей красоты, возрождения природы, зарождения нового, что потом принесет свои плоды. Потому что каждый праздник, имея подоплеку именно языческого значения, все равно имеет значение жертвоприношения. Естественно, со временем это все немножко изменилось. Если в языческие времена жертвоприношения было более, можно так сказать, кровавое, со временем переросло все это в символическое значение, которое, собственно говоря, осталось у нас и по сей день. К выбору березки, либо куста, относились очень серьезно. Ходили обязательно тайно, обязательно это делалось без молодых людей, потому что считалось, что это чисто женский праздник, потому что ассоциировалась земля именно с женщиной, а не с мужчиной, потому что она плодоносит, приносит нам свой урожай. И в связи с этим молодые люди, по идее, не должны были об этом знать в походе. Выбирали самую лучшую, самую красивую березку, заламывали ее, завязывали определенным образом ветви для того, чтобы потом на саму троицу их украсить всевозможными лентами, венками. И ждали праздника, украшали дома. Обязательно использовалась в украшении села, в украшении дома именно зелень. Ну и, естественно, та зелень, которая росла в округе. Если близ деревни в большей степени прорастали березки, то, естественно, украшались березки. У нас на территории Рязани в большей степени, конечно же, растут березки. И все дома у нас украшались березами. В то же время многие поселения у нас окружены другими деревьями, дубьями, кленом. И в связи с этим достаточно часто использовалась и другая растительность для украшения. У Александра Пушкина в Евгении Онегине сохранилось воспоминание об одном троицком обычае плакать на цветы. Умильно на пучок зари они роняли слезки три. Писал и Сергей Есенин, я пойду к обедне плакать на цветы. Такие красивые народные троицкие обычаи завоевать березку плакать на цветы, конечно, происхождение не христианского, а языческого. В эти дни зеленые святки, которые начинались с седьмой четверг по Пасхе, вспоминали о русалках, всякой нечисти, хранящейся по сырым и нежилым местам. Березовые ветви заплетали в веночки, не обламывая их, чтобы зачураться от чужих злых покойников, от русалок, от нежити. Переплетали ветви с травой, цветками, ленточками, колокольчиками. Через неделю расплетали березку, рубили и хоронили. О славянском обычае оплакивания цветов, травы, дерна, березовых веток во времена празднования Троицы сообщает Николай Толстой в книге «Очерки славянского язычества». Оно должно было обеспечить обилие дождя летом для получения богатого урожая хлеба. Этот изначально языческий обряд моления о дожде со временем стал элементом христианской обрядности. У Сергея Есенина обычай упомянут в стихотворении, начинающемся словами «Троицыно утро, утренний канон». В нем есть такие слова «На резных окошках ленты и кусты. Я пойду к обедне плакать на цветы». А судя по стихам Пушкина, обычай плакать на цветы был знаком и дворянству. О Лариных он пишет «В день Троицын, когда народ, иззевая слушает молебен, умильно на пучок зари они роняли слезки три». Церковь выбрала и перенаправила народные обычаи. Вместо того, чтобы умилостивлять мертвецов, призвала молиться об усопших. Венки стали плести отдельно, вешать на березы и не в диком лесу, а возле дома. И дом тоже украшали венками. Не нужно путать православные традиции и какие-то суеверные представления о тех или иных праздниках. На самом деле, конечно, растение символизирует, прежде всего, действие Святого Духа, который животворит. К язычству это не имеет никакого отношения. Конечно, есть люди, которые полагают прежде внешне, нежели внутреннее содержание празднику. Считают, что важнее, может быть, украсить дом растениями, чем посетить храм. Но это к православному традиции никакого отношения не имеет. Прежде всего, для христианина, конечно, молитва, потому что она соединяет нас с Богом. Праздник Троицы Пятидесятницы – это воспоминание о новозаветном чуде, описанном в деяниях апостолов. Петр и другие ученики Христа сидели в горнице вместе и услышали шум сильного ветра, и он наполнил весь дом, и над каждым из присутствующих появились огненные языки. Так Дух Святой сошел на них и дал им способность говорить на других языках. Так что каждый в разноплеменной толпе на улице слышал среди общего шума свой родной язык. И Петр вышел к народу и рассказал о своей радости. «Христос воскрес! И всякий, кто покается и крестится, тоже получит дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И радость общая, и дар общий. Приди с чистой душой, протяни руку и возьми». Богослужение в этот день вмещает в себя не только торжественный и красочный крестный ход с хоруговыми, но и тихие коленопреклоненные молитвы. Настоятель храма, стоя на коленях в царских вратах, лицом коленопреклоненному народу, просит Господа осветить живых и умерших. И верующие просят оставить им грехи, не отвергнуть кающихся и дать Духа премудрости, Духа разума. Понедельник после праздника Троица называется Духа в день, а земля и впрямь становится именинницей. Зеленая, свежая, украшенная цветами, краски яркие, небо ясно, и весь мир радуется жизни. С вами была программа «Русская культура. Истории О» и я, Марина Ковисарова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова